10 июня православные христиане отмечают один из главных праздников – Вознесение Господне. Он относится к числу двунадесятых, двенадцати важнейших в церковном календаре. По традиции в этот день многие верующие посещают храмы. В нашем регионе расположено более полутора тысяч церквей и монастырей. Однако большая часть из них нуждается в реставрации. Отрадно, что все больше объектов историко-культурного наследия возрождается. Так, в деревне Слобода Краснохомского района начались работы по реставрации Николаевского Антониева монастыря, который был основан в 1461 году. На его территории расположен один из древнейших памятников зодчества Тверской области – Белокаменный Никольский собор. О том, какие работы уже выполнены, в нашем следующем материале. В Тверской области начались реставрационные и восстановительные работы исторического памятника Краснохомской земли – Николаевского Антониева монастыря. Основание монастыря можно отнести к концу XV века, когда преподобный Антоний, пришедший из Кирилла Белозерского монастыря, поселился на этих землях. После революции обитель закрыли. Многие сооружения монастыря, имеющие статус объектов культурного наследия федерального значения, разрушили. В 2014 году строение Краснохомского Антониева монастыря передано Свято-Николаевскому архиерейскому подворью Бижицкой епархии Русской Православной Церкви. По благословению предстоятеля нашей Церкви, Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, этот храм, этот уникальный памятник, эта святыня была включена в перечень тех объектов, которые участвуют в федеральной программе. В этом году предстоят работы действительно сложнейшие и уникальные, которые, может быть, не так будут видны внешне, но они очень важны для того, чтобы в дальнейшем перейти уже к непосредственному восстановлению стен и сводов. Святыню посетили представители Министерства культуры Российской Федерации, сотрудники Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, технические специалисты. К сожалению, многие сооружения Белокаменного Краснохолмского Антониева монастыря утрачены безвозвратно. Из числа сохранившихся стены Никольского собора, надвратный храм и два иерейских корпуса. Реставрационные работы начались с Никольского собора, одного из древнейших памятников зодчества Тверской губернии. Одной из главных задач является восстановление и сохранение уникальных фресок собора. Мы выражаем сыновнюю благодарность предстоятелю нашей церкви, святейшему патриарху Кириллу, за его отеческое внимание к нашей новообразованной епархии и к вопросу сохранения вот таких вот уникальных святынь. И мы очень надеемся, что наше участие в государственной программе будет эффективно продолжаться, и в скором времени мы сможем увидеть восстановленный, возрожденный из небытия уникальный старинный храм. Надеемся, что с помощью Божьей общими усилиями поставленные цели будут достигнуты и возродится святыня земли Краснохолмской. А пока Антониев монастырь, даже будучи руиной, продолжает служить людям.